Привет, мои любители настоящего пхонка, драм НБС и Вич Хаоса. И Хаоса, с вами снова я, неповторимый, Кайта Шома. Хочу сразу сказать, недавно мой формат спиздили, нагло украли. И ладно бы это говорилка, но речь идёт о моём сене, любимом хомячке. Мне очень жаль этого безидейного и пустого парня, но если вы вдруг увидите его, не обходите стороной. А смело кидайте страйки на его ютуб канал, ради меня и справедливости. Но больше ради меня. Это, начало войны. Наглые язычники начинают распространять свою ложь у нас в комментариях, обвиняя создателя, то есть меня, в байте. Я призываю вас сражаться с ними, мои братья. Кидайте в них пруфы с датами. И матюки, вместе, мы победим их всех. Ведь победа всегда за тем, за кем правда, а правда за нами. Фанкония будет жить. Фанкония будет жить. Ладно, что-то мы немного отошли от темы. Сегодня я покажу вам, как уложить акапеллу в бит. Ну что пацаны, аниме? Этот вариант укладки сильно отличается от того, что я показывал в своих предыдущих видео. Новый способ очень прост и легок в освоении. Для начала нам потребуется любой наш бит. Не важно, хонк это или шансон. И любой трек с речитативом. Первое, что нам нужно сделать, это найти подходящий и качающий кусочек. На свой вкус. Самое главное, чтобы он начинался с удара бочки. Это будет нашим ориентиром. Мы нашли такой кусок. Инструментом скальпель делаем надрез рядом со всуклеем. И подвигаем наш семпл к началу сетки. Зажав shift, крутим колесиком мыши, чтобы проигрывание начиналось с удара бочки. Обрезаем ненужный хвост. И Идеально. Теперь можно подгонять окопеллу под ритм нашего проекта. Для этого включим метроном и будем слушать, совпадает ли ритм. Адблен. Все-таки придется делать все самим. Ну ничего, если вы смотрели мои 40-минутные уроки, то это должно быть вам ни по чем. Помните? Те два кружочка, которые ни в коем случае нельзя нажимать. Сегодня. Час пробил. Активируй их своим пальцем и еще нажми на магнитик над ними. Или это подкова. Не знаю. Напиши в комментах что это такое, а то я уже не сплю третий год. Теперь на кнопку нони. Смотри, теперь двигая наш сэмпл за край, он начинает растягиваться. Нам нужно, чтобы расположение киков и снейров соответствовали правильному их расположению на сетке. Дергая наш сэмпл, чтобы его ритм совпал с метрономом. Супер чатка. Все идеально совпало. Теперь, нажав на подкову, выбираем пункт лайн. И обрезаем лишний кусочек сэмпла на конце. Главное, чтобы наш сэмпл был равным по длине черному, или белому прямоугольнику. А вот теперь точно все круто. Единственное, что нас может не устроить, так это то, что сильно изменился звук. Сэмпл стал играть слишком долго и запичено. Проверив, включены ли кружочки, сжимаем сэмпл в два раза. А чтобы вернуть оригинальный питч-трека, тыкаем два раза по сэмплу. Правой кнопкой на параметр питч. Ресет. Все. Ты только что идеально нарезал и подогнала капеллу под ритм. Поздравляю. Это одно из самых главных умений в пхонке. Теперь ты можешь хвастаться перед своими одноклассниками на уроках. Хе-хе. Эй. Если ты до сих пор не выключил те кружочки, то сделаю это сейчас. А то сам знаешь по, чему все может пойти. Перетаскиваем готовую капеллу в начало нашего бита и смотрим что получилось. Черт, как же все пердит. Надеюсь это не ты. Если нет, то подрубай на канал сокопила эквалайзер, чтобы вырезать конфликтующие частоты. Срезаем весь низ, чтобы бас и кик едва были слышны и не мешали нашим. Зацени, теперь стало в разы круче. А еще можно добавить в оба пик контроллером. Ты же помнишь, как им пользоваться? Если нет, то смотри. Добавляем наш пик контроллер на канал с киком. Выключаем гаящую лампочку. Для того, чтобы бочка снова ожила. Теперь жмем правой кнопкой мыши по фейдеру громкости дорожки с окопеллой. Link to controller. И выбираем из списка пик контроллер с параметром пик. Принять. Готово. Теперь нам нужно настроить крутилки самого плагина. Первая отвечает за громкость нашей окопеллы. Ее мы крутим на 80. Это стандартная громкость. Вторая крутилка убавляет или прибавляет громкость нашей окопеллы в момент удара бочки. В зависимости от того, в какую сторону мы ее выкрутили. Выкручиваем влево. Примерно на 20. Третья крутилка отвечает за время восстановления громкости. Ее можно и не трогать. Ура. Пик контроллер снова нас удивил. Спасибо богам, за этот чудо плагин. Теперь окопелла сидит в бите. Плюс, стало звучать немного вайбове. Добавим громкости окопели. А еще лучше чуть-чуть скомпрессируем. Ну и немного реверба. Если мои любимые пхонкеры вдруг занегодовали, почему тут играет клубняк? Не переживайте, специально для вас я приготовил незамысловатый пхонк, чтобы все были довольны. Находим мемфис трек, в котором почти нет музыки, а есть лишь бит и голос. Это должным образом скажется на качестве вашего бита по итогу. Ведь никакие лишние звуки не будут портить вашу мелодию. Ищем самый лакомый кусочек в треке и проделываем все то же самое, что мы делали до этого. Самое главное, помните, никогда не использовать уже готовые нарезанные окопеллы в пхонк-паках. Во-первых, все они уже тысячи и тысячи раз кем-то использованы, а значит все о них знают и вы никого не удивите своей мемпискапой. Во-вторых, это зашквар. Все. Ищите мемфис треки в группах 3сикс килошот или мемфис трипс. Снизашкварные мало кому известны окопеллы. Вы не только будете звучать круто и оригинально, так еще и уделаете большинство фонкмейкеров и возможно получите респект от старичков. Все только в ваших руках. Теперь, с этими знаниями, вы можете уложить любую окопеллу в любой бит. Это был краткий мини-урок по укладке. Укладки окопеллы в бит. Надеюсь я помог вам в ваших начинаниях. И еще. Конечно же, я не могу закончить урок не выразив своим любимым подписчикам свою благодарность. Нас уже стало так много, а я и глазом моргнуть не успел. И я приятно удивлен этому и очень рад каждому вашему теплому слову. Комментарии под треками, под моими видео и особенно тем словам, которые летят ко мне в сообщение лично. Мы теперь как одна большая семья. Спасибо вам, мои хорошие. Уверен, я еще обрадую вас. И еще раз приятно удивлю. Своими новыми треками, видео уроками, будущими интерактивами и конкурсами для молодых продюсеров. Слушайте мои треки. Подписывайтесь на канал и в группу ВКонтакте. А самое главное, поставьте мне уже кучу лайков на аватарку. Спасибо. И до встречи. Мои. Юные. Хонкеры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok